Уважаемые коллеги, мы услышали об эффективности препаратов, теперь послушаем, какие же нежелательные явления могут наблюдаться у препаратов, о которых мы только недавно слышали. Здесь перечислены еще раз список иммуно-онкологических препаратов, которые на сегодняшний день есть в мире. Еще раз повторим, у нас в Российской Федерации зарегистрирован эпилюмап, там ошибка есть, он зарегистрирован уже. Остальные препараты ждут своей очереди и надеемся, что, конечно, они будут у нас тоже в арсенале. Что такое иммуно-опосредованные нежелательные явления? Это явления, которые обусловлены действием данных препаратов, и они вызывают определенные осложнения, именно воздействующие на иммунную систему. Хочется подчеркнуть, что это совсем другие препараты, это не химиотерапия, это не таргетные препараты. И это определенные моноклональные антитела, которые циркулируют в крови достаточно долго, и их эффект могут реализовываться в течение длительного времени, так и токсичность может реализовываться достаточно долго и прослеживаться долго. Эти больные лечатся, еще раз подчеркну, амбулаторно, их не нужно госпитализировать. И если эпилюмаб, он определенный, имеет курс лечения, всего 4 введения, то по поводу других препаратов, что касается неволумаба и пембролизумаба, длительность их курса лечения в настоящее время, она нереломентирована. Считается до непереносимой токсичности или до прогрессирования процесса. Вопрос остается в настоящее время открытый. Еще раз повторяю, данные препараты везде зарегистрированы были недавно. Я думаю, что мы с вами еще будем получать все новые и новые данные. Но, тем не менее, на сегодняшний день уже известно, что проведение иммунотерапии таким препаратом, как эпилюмаб, то есть пембролизумаб или неволумаб, имеют более благоприятный спектр токсичности, нежели эпилюмаб. Однако это нисколько не принижает возможности использования эпилюмаба в нашей практической деятельности. Я не буду останавливаться на механизме действия данных препаратов. Сегодня это уже несколько раз звучало, только подчеркнув, что, конечно, безусловно, все нежелательные явления сопряжены с механизмом действия. И реализуются либо на ранних стадиях иммунного ответа, или уже на уровне микроокружения. Какие же системы могут быть вовлечены в нежелательные явления? Практически все органы системы. В первую очередь это кожа, кожные покровы, желудочно-кишечный тракт, печень, эндокринная система, нервная система, дыхательная система. То есть мы должны знать основные побочные эффекты, то есть нежелательные явления, которые могут наблюдаться в нашей практике. Куда вы направляли? Что-то у меня не выходит. Итак, что следует помнить? Первое, то, что все иммунопосредования, нежелательные явления, которые вызваны, в первую очередь мы будем говорить об эпилюмабе, то есть блокаторах CTL4, имеют дозозависимый эффект. Их можно разделить на очень частые, которые встречаются более чем у 20% пациентов, и те, которые встречаются реже, менее чем у пятой части пациентов, и очень редкие 3%. Самые частые осложнения – это осложнения со стороны кожи и со стороны желудочно-кишечного тракта. В меньшей степени наблюдаются гепатиты, эндокринопатии, и вот такие редкие осложнения со стороны мочеводящей системы, со стороны лимфоденопатии, нейропатит. Они встречаются значительно реже и составляют меньше 3%. Существуют обобщенные данные о токсичности, о нежелательных явлениях. На фоне уже обобщенный опыт, который суммируют многие исследования первой и второй фазы, третьей фазы исследований, эти полторы тысячи случаев было протестировано и проанализировано. Так вот, токсичность той или иной степени имеют практически все пациенты, до 90% случаев. А тяжелая степень токсичности, то есть третья-четвертая степень, которая требует уже госпитализации пациентов и проведения интенсивной терапии, она наблюдается до половины процентов пациентов. Если говорить о локализациях, как я уже говорила, наиболее частая локализация нежелательных явлений – это со стороны желудочно-кишечного тракта и кожных покровов. Могут наблюдаться такие серьезные явления, как дерматиты, энтероколиты, могут быть перфорации, эндокринопатии, гепатиты. Как видите, в процентном отношении серьезные негативные явления, они все-таки меньше, чем 3%. Когда же возникают эти нежелательные явления? Чаще всего они наблюдаются на фазе индукции, то есть в первые 12 недель лечения пациента. И время возникновения, как видите, они могут колебаться достаточно, и поэтому доктора, которые начинают лечение, должны, конечно, об этих сроках помнить. Этот слайд уже у нас на сегодняшний день уже демонстрировался. Говорит о том, в какой последовательности все-таки следует ожидать эти негативные явления. Во-первых, еще раз повторяю, появляются они не сразу же, непосредственно после введения препарата, поэтому больного не нужно госпитализировать на введение препарата. Вы не будете иметь какие-то непосредственно нежелательные явления. Но предупредить о том, что явления могут появиться, где-то начиная со второй, с третьей недели лечения, это следует. И чего мы ждем в первую очередь? Конечно, это токсичности, кожные токсичности в первую очередь. Потом появляются осложнения несколько позже, где-то на пятой неделе со стороны желудочно-кишечного тракта, эндокринопатии. И изменения со стороны печени тоже практически на том же уровне, где-то с шестой, седьмой недели лечения. Что еще очень интересно? В общем-то, мы отметили и у себя на опыте, чем выше безопасность лечения, зависит от опыта врача. Чем больше мы приобретаем опыт, тем меньше у нас госпитализация. Те первые пациенты, которых мы лечили, безусловно, мы их чаще достаточно госпитализировали, нежели уже более поздние периоды. Также это касается и отбора пациентов, кому именно нужно проводить лечение. Например, это пилюмабом, то, что имеем мы опыт. Отбор пациентов тоже играет достаточно большую роль. Как уже сегодня я еще раз повторю, это не терапия скорой помощи. У тех пациентов, у которых быстрое прогрессирование процесса, у которых есть изменения со стороны функции жизненно важных органов, не дожидайтесь, что у них получится быстрый ответ. Скорее всего, что вы этого ответа не получите, а будете иметь с тяжелой токсичностью, которую, к сожалению, придется разрешать. Поэтому отбору пациента всегда уделяйте очень большое внимание. И то, что касается, что же делать с этими нежелательными явлениями, которые у нас возникают. Созданы алгоритмы. Здесь даже и думать определенно не надо. Есть определенные уже составленные программы, как лечить пациента, у которого появились нежелательные явления. И в первую очередь, если мы заподозрили эти нежелательные явления, нужно, конечно, отдифференцировать, связано оно с лечением или не связано с лечением. Потому что у пациента, который имеет распространенный опухолевый процесс, возникает масса симптомов, которые можно связать и с самим течением заболевания, плюс какой-то сопутствующей патологии. Поэтому доктор, который, конечно, пациента наблюдает длительное время, и он ознакомлен с его всей историей болезни, достаточно быстро ориентируется. И находите время для того, чтобы посвятить пациенту достаточное количество времени, чтобы распознать именно, что с пациентом происходит. Если вы у больного заподозрили все-таки нежелательные явления, в первую очередь нужно определить тяжесть этого состояния. Какой тяжести нежелательные явления. Если это первой степени, второй степени, нетяжелая степень нежелательного явления, пациента можно в некоторых случаях наблюдать. И назначение симптоматической терапии зачастую приводит к позитивным ответам. Если же это высокая степень токсичности. И тем более, когда пациент недоступен для наблюдения такого пациента, лучше госпитализировать, разобраться с ним. Как правило, еще все эти явления наблюдаются либо перед выходными днями, либо в праздничные дни. Поэтому пожалейте в данном случае себя и пациента тоже. И лучше госпитализировать пациента, отследить его, провести диагностические мероприятия и проведение лекарственной терапии. И обезопасить таким образом и пациента, и себя. Поэтому вот осложнением нужно придать все-таки достаточно важное значение. Теперь разберем несколько разновидностей тех осложнений, наиболее частых, которые наблюдаются. Изменения со стороны желудочно-кишечного тракта. Данная вот эта вот уже фотография сегодня мелькала. Это наше наблюдение, это не из интернета выдвинут. Это наша пациентка, которой я останавливаюсь несколько позже. Какие могут быть со стороны желудочно-кишечного тракта? Во-первых, все степени, достаточно часто, у половины пациентов есть. И когда появляется диарея, уже онкологи практически знают, что диарея у онкологического пациента – это серьезно все. Если первой-второй степени, то пациента первой степени можно еще наблюдать, а вот со второй степени нужно все-таки подумать, и пациента нужно приблизить к себе. Так вот, а третьей-четвертой степени, посмотрите, 12% пациентов достаточно много. И перфорация кишки у нас, Бог миловал, и судьба нас миловала, у нас не было перфорации кишки, у нас все пациенты остались живы, но, тем не менее, наблюдается у 1% пациентов. И при колоноскопии, вот видите, как раз наблюдается вот такая отечность, гиперемия, извязление на слизистой оболочке. Изменения наблюдаются и при морфологическом исследовании признаки эндероколита, и инфильтрация тканей именно клетками, которые заинтересованы в иммуном ответе CD4, CD38. Наблюдаться могут микрообсессы, но это, конечно, уже не совсем благоприятный ответ. Что касается алгоритмов, не буду вас загружать сильно. Еще раз просто подчеркну, что диарея и колит – это достаточно серьезная осложнение, на которую всегда нужно обращать внимание, больной должен быть у вас под наблюдением. И повторяю, если даже при первой степени уже нужно прекращать лечение у больного диарея меньше чем 4 раза в сутки, прекращаете лечение, назначаете симптоматическую терапию, а начиная со второй степени назначаются уже глюкокортикоиды. Нужно запомнить очень хорошо, что несмотря на то, что вы проводите иммунотерапию, для ликвидации иммуноопосредованных нежелательных явлений назначаются глюкокортикоиды. Об этом еще остановимся несколько позже. И при тяжелой степени назначаются иммуносупрессивные препараты. Что важно отметить, что не назначаются наркотические анальгетики, но это как, наверное, и в хирургии. Почему нельзя? Потому что можно пропустить острый живот и можно пропустить перфорацию кишки. Я знаю, такие случаи были, и поэтому наркотические анальгетики не назначаются однозначно. Инфлексимаб не используется, когда у вас подозревается сепсис или перфорация. Почему? Потому что иммуносупрессивный препарат. Вы подавляете иммунитет, сопротивляется организм вообще никакой нет. И если у больного септическое состояние, он, безусловно, погибнет уже от сепсиса, если еще присоединить инфлексимаб. И глюкокортикоиды назначаются сначала, может быть, парентерально вводится, введение парентеральное, а затем на длительное введение парорального приема переходим. И клинический пример той пациентки, о которой мы начали говорить. Это молодая женщина, ей всего 26 лет, у нее была прооперирована меланома. Кстати, наверное, это все-таки какая-то была ошибка в морфологическом диагнозе, потому что изначально диагноз был расценен как Т1А, Н0, Н0. Но, тем не менее, пациентка менее чем через год имеет прогрессирование заболевания. Ей начата была терапия, несмотря на то, что была выявлена мутация БИРАФ, препарата виморофениба в наличии не было, она сама приобретать препарат не могла. И у нас была как раз программа широкого доступа. Учитывая течение заболевания, такое вот, какое мы видим, мы начали ей введение ипилимумаба. И после первого введения у нее была диарея третьей степени. Третьей степени. Что делаем? Мы назначаем ей инфузионную терапию, назначаем преднизолон. Преднизолон в той дозе, который предписан алгоритмами, 1 мг на килограмм веса. И диарея у нее становится меньше, становится первой степени. Мы ей продолжили введение ипилимумаба. Ну, как всегда в празднике, я почему подчеркиваю, да, во время праздников, да, с 5 января у нее ухудшение состояния, у нее выраженная слабость, у нее боли в эпигастрии, у нее усиливается диарея до 10 раз в сутки. К сожалению, больная не выходит на нужный контакт, она оценивает свое состояние не настолько серьезными. И появляется у нас после праздника 12 января с бледными кожными покровами, с гипотонией, с лихорадкой. Но при этом регресс опухолевых узлов с 4 сантиметров до 1. Что делать? Мы ее, конечно, госпитализируем, назначаем инфузионную терапию, назначаем ей преднизолон в дозе уже 2 мг на килограмм веса, антибактериальную терапию, назначается ванкомицин, назначаются препараты, которые используются обычно для лечения неспецифического язвенного колита. Мы видим временную позитивную динамику. И хочу обратить внимание, посмотрите, зареактивный белок, он выше нормы в несколько раз. И у сохраняющейся лихорадки, сохраняющейся лихорадки, может о чем говорить? Ну, во всяком случае, какие-то предвестники возможностей птического состояния. Поэтому мы запрашиваем фирму Бристель Майерс о препарате инфлексимаб. Нужно сказать, что достаточно быстро фирма всегда реагирует. Препарат появляется на следующие сутки. За это мы ему очень-очень благодарны. Значит, мы больную обследуем, как видите, вот этот язвенный терминальный илиит, изъязвление домышечной оболочки. То есть здесь что? Угроза перфорации. После наших всех совещаний, несмотря на то, что мы у больной не можем снять подозрения на то, что у нее септическое состояние, потому что высокая лихорадка, высокий ЦРБ, мы все-таки вводим инфлексимаб. И на фоне введения препарата у нее отмечается позитивная динамика. Постепенно мы редуцируем преднизолон. И только в марте мы уже повторили, потому что страшно было повторять сразу, ввиду того, что очень раневая была, очень слизистая ранимая. Проводим колоноскопию. Как видите, положительная динамика. Все явления были купированы. У нас наблюдался еще один такой пациент, как вот сегодня Алексей Викторович говорил, закон парных случаев. Более пожилой человек, у которого было 70 с лишним лет, и тоже с диареей, и в тяжелом состоянии. И тоже мы вводили инфлексимаб. В общем-то, ну, с одной стороны, да, мы имеем опыт применения данных препаратов и с позитивной динамикой. Ну, наверное, лучше такого опыта иметь, потому что очень, конечно, серьезные встают вопросы, да или нет, и ты понимаешь, на что ты и на что ты идешь. Либо спасаешь пациента с возможными осложнениями, либо ты его можешь потерять. И решать нужно быстро. Если у больного диарея не разрешается в течение пяти суток, нечего смотреть, нужно обязательно вводить иммуносупрессивные препараты, то есть обращаться к фирме, чтобы его обеспечивали. Я думаю, что, наверное, и меня поддерживают коллеги. Те доктора, которые начинают уже лечить пациента с препаратами, иммуноонкологическими препаратами, помятуя о том, что могут быть такие осложнения, вы должны быть заведомо готовы и удостовериться в том, что у вас будут препараты иммуносупрессивные, которые могут остановить осложнения. Потому что, с одной стороны, мы запускаем механизм эффективности, но, с другой стороны, мы запускаем механизм и токсичности возможной. И остановить здесь можно. Возможно, придется и применять достаточно серьезные препараты. И если нет готовности того, что нас обеспечит этим препаратом, тогда несколько раз еще нужно подумать об этом. Разговаривая с фирмой Bristol Myers, они нас уверили в том, что, имея договор учреждения с фирмой, препарат будет достанен в нужные сроки, без промедления и без оплаты, что самое важное. Не упустите, пожалуйста, вот эти моменты, для себя зафиксируйте, что вы должны быть обязательно регламентированы теми мероприятиями, которые могут быть при тяжелых негативных явлениях. Они не часто, как видите, я еще раз повторю, перфорация в одном проценте случаев. Но, тем не менее, вы должны понимать, что делать, какой алгоритм действия нужно предпринимать, если эти явления будут наблюдаться у пациентка. Кождая токсичность. Ну, это вот тоже уже сегодня звучал слайд, добавлю только. Это молодой человек, у которого, кроме вот этой вот так кожной токсичности, наблюдалась еще и диарея. И что потребовало госпитализации и ведение глюкокортикоидов в достаточно большой дозе, 2 мг на килограмм веса. Что еще интересно? Препараты циркулируют, я уже говорила, достаточно долго. Они обусловливают как эффективность, так и токсичность. Вот этой пациентке, которая получала 3 млм, у нас еще руководителем отделения был Владимир Михайлович Моисеенко, и в клиническом исследовании пациентка участвовала, у нее 2 года после окончания лечения сохранялась кожная токсичность. При этом и эффект сохранялся. Запомните эту картинку, я думаю, что она достаточно показательна. Со стороны кожи, какой алгоритм коррекции, в принципе, он тоже идентичный. При первой-второй степени можно продолжать иммунотерапию, асимптоматическое лечение. И, как всегда, это использование глюкокортикоидов. Глюкокортикоиды – достаточно высокие дозы, 1-2 мг на килограмм веса. И применять их нужно длительно. Если эффект не реализуется, то приходят тогда уже на иммуносупрессивные препараты. Гепатотоксичность. Сегодня тоже этот слайд уже звучал. Действительно, пациентка получила всего 2 введения эпилюмумаба, пришла на третье введение, и ее ничего не беспокоит. А уровень трансаминаз достигает 1500. И если ее не лечите, ну, наверное, вы понимаете, чем это может закончиться. Больная была госпитализирована, проводилась ей интенсивная терапия с применением глюкокортикоидов. И таким образом, вот уже видите, к 52-му дню у нее практически были разрешены эти явления. Продолжать такую пациентку лечить или нет? Нет. Токсичность четвертой степени. Нет. Но самое интересное, что эффект у нее сохранился достаточно длительное время, пока не появились у нее изменения со стороны центральной системы. И мы ее продолжали лечить достаточно длительное время. И, опять же, я повторю еще раз, существуют определенные алгоритмы, в которые нужно просто вникнуть. Начиная лечить, каждый раз мы прочитаем алгоритмы, что делать при тех или иных осложнениях. И не забывать о том, что пациента, самое главное, нужно наблюдать, должен быть контакт. Я не буду останавливаться на изменениях со стороны эндокринной системы, потому что сегодня будет целая лекция, посвященная этому. Лев Михайлович посвятит этому достаточно большое время. Но помним, что это тоже существует, и определенные существуют алгоритмы для оказания помощи пациентам. Кроме глюкокортикоидов, здесь используется еще и специфическая гормонотерапия, но это разговор уже о остальной лекции. И еще раз мы подведем то, что мы с вами говорили по поводу блокаторов в стиле 4, что большинство этих нежелательных явлений возникают в первую фазу, в индукционную фазу, то есть во время введения вот этих всех четырех введений. Возможно, достаточно позднее возникновение нежелательных явлений в литературе, описано до 47 месяцев. Можете себе представить, 4 года прошло от введения препаратов, а нежелательные явления проявляются. Они могут иметь эти нежелательные явления волнообразное течение. Мы такие наблюдали явления. Особенно, когда вы рано прекращаете введение глюкокортикоидов. Все эти явления могут вернуться еще с большей силой. Используются всегда кортикостероиды, и кортикостероиды использоваться должны долго. Ни один, ни два дня, ни три месяца, а то еще больше бывает. С постепенным снижением дозы. Влияют или не влияют кортикостероиды на иммунтерапию? На сегодняшний день таких данных нет. То есть терапия кортикостероидами, те пациенты, которые и получали кортикостероиды, и не получали, их эффективность лечения не отличалась. Мало того, я сейчас, готовя это выступление, нашла несколько таких данных, которые были подчеркнуты на АСКО, что иммуносупрессивная терапия для лечения иммунонепосредованных нежелательных явлений не влияет на эффективных чекпоинт ингибиторов. И смотрите вот эти интересные такие слайды, что своевременное применение кортикостероидов способствует успешному разрешению. Чем раньше мы назначаем кортикостероидные препараты, тем быстрее мы вводим пациента из нежелательного явления. Чем позже мы назначаем, тем длительнее будет это нежелательное явление. И вот этот слайд тоже очень хорошо демонстрирует время разрешения нежелательного явления короче в два раза, нежели мы назначаем кортикостероиды в более раннем периоде. Не дожидаемся, что же с пациентами будет дальше. И несколько слов о тех препаратах, которые и другого несколько действий. Это антипедиадин, антипедилиадин. Это препараты, напомню, неволумаб, пемпролизумаб. Они тоже, в общем-то, эти виды токсичности достаточно схожи. Это тоже диарея, это те же колиты, это сыпи, это могут быть гепатиты. Но появился, смотрите, редкое, редкое нежелательное явление – это пневмониты. Они встречаются, мы несколько попозже остановимся, не так часто, но, тем не менее, о них нужно будет помнить. Значит, осложнения любой степени встречаются, нужно тоже помнить, достаточно часто у преимущественного количества больных. Третья-четвёртая степени встречаются нечасто. Если каждое осложнение посмотреть, ну, в принципе, здесь где-то менее 1%. Но я думаю, что это нежелательное явление. Если третья-четвёртая степень у кого-то будет, вы его запомните, я думаю, что надолго. И если сравнивать неволумаб и пемопролизумаб, все степени, как видите, они практически одинаковы. Где-то у преимущественного количества больных больше 80% имеют эти осложнения. И в основном слабость, сыпь, диарея, колит. То есть, в принципе, те осложнения, которые мы встречали и при пемопролизумабе, только они реже. И степень их токсичности, она несколько ниже. И пневмониты. Пневмониты. Читая его сусары, которые приходят по использованию неволумаба в мировой практике, мне кажется, что этот процентное отношение несколько выше. Но по литературным данным всегда дают где-то 3%. И что нужно отметить? Что они могут возникать как после одного-двух введений, так могут возникать и достаточно уже после длительного-длительного лечения. Медиана их возникновения 5 месяцев, но достаточно большая. А длительность, она тоже не мала. Длительность пневмонитов, они достаточно продолжительные. Если вы помните пневмониты, которые наблюдаются при применении блеомицина, то вспомните эту картину. Пациенты достаточно тяжелые, издыхательные недостаточности. Их, наверное, и не забудешь. Вот эти вот снимки из интернета, из клинических исследований наших пациентов, у нас на сегодняшний день, несмотря на то, что опыт достаточно большой, и неволумаба, и применение, и пембролизумаба, но таких тяжелых пульмонитов, которые вот здесь вот описаны, у нас не наблюдались. На что я хочу обратить внимание? Первое. Несмотря на возраст, и 70 лет, и 30 лет, и 50 лет, пневмонит может быть. Время введения тоже может быть. То есть седьмая неделя лечения и 24-я неделя лечения. Состояние достаточно тяжелое, которое потребовало госпитализации и перевода больных в реанимационное отделение, и применение и глюкокортикоидов, и иммуносупрессивных препаратов. Одно из осложнений закончилось летальным исходом. То есть это тяжелые пациенты. И несмотря на процент, вот этот небольшой, который описывается в литературной практике, просто нужно помнить об этом, предупреждать пациента, и при контрольных обследованиях обращать внимание на функциональные изменения со стороны дыхательной системы. Какие же коррекции тоже? Тоже существует обычный алгоритм действий. И, как всегда, здесь динамика наблюдения. Во-первых, вы должны обязательно отдифференцировать, что за дыхательной недостаточностью пациентов, какого она может быть генеза, проводить то лечение, которое необходимо, симптоматическое, и если уже мы заподозрили, что это имеет иммунопосредованную природу, то, конечно, обязательно назначение глюкокортикоидов. Время купирования при лечении неволумабом оно, как видите, пневмонитов здесь 2 месяца, колитов 2,5 месяца, но это всё равно достаточно время, и достаточно продолжительное. То есть этого пациента нельзя упускать из своего динамического наблюдения, он должен быть всегда у вас под вашим наблюдением и под вашим мониторингом. То, что касается пембролизумаба, ну вот здесь, в принципе, те же осложнения, которые наблюдаются и при пилибамбе, и сроки их возникновения, этих нежелательных явлений, они прослеживаются, в общем-то, практически практически идентичные. Спасибо. И ещё, сегодня уже об этом говорилось, одновременный режим и последовательный режим применения препаратов. На сегодняшний день это для нас, конечно, фантастика, но мы уже точно знаем, что применение одновременного применения двух препаратов иммуно-посредованного действия ведёт к большей токсичности по сравнению с тем, если мы будем в последовательном режиме применять препараты. Но надеемся, что у нас будет такое в нашей практике, в рутинной практике. На сегодняшний день пока это клинические исследования, и, конечно, когда и предлагают клинические исследования, мы всегда должны помнить, вы смотрите, любое нежелательное явление третьей-четвёртой степени у 50% пациентов. Это достаточно большой процент. Это серьёзное-серьёзное лечение и больные амбулаторные. Поэтому, конечно, нужно соблюдать мониторинг. Это даже безусловно. Ну и здесь ещё раз подчёркнуто о том, что комбинация препаратов, например, неволумаба с эпилюмабом, ведёт к большей токсичности по сравнению с тем, если препараты используются в монорежиме. Это ещё раз подчёркнуто. И если мы назначаем комбинацию препаратов, прекращение лечения у пациентов, комбинация – это треть процентов. Третья часть пациентов, если назначается эпилюмаб, то 13 процентов, а один неволумаб – это всего 5 процентов пациентов. И на сегодняшний день есть обновлённые данные, которые прозвучали на АСКО в этом году. В общем-то, эти данные абсолютно одинаковы по токсичности. Подчёркивают, что, конечно, ведение комбинированного лечения, применение двух препаратов и более, сейчас уже даже есть и более препаратов, оно ведёт к большей токсичности, что говорит о определённом нашем уже определённой лечебной тактике. И на сегодняшний день есть ещё препараты, которые есть в клиническом исследовании, которые препараты уже, вот этот Атализумаб, например, он уже выходит на рынок, он появляется в клинической практике. И эти препараты, которые воздействуют на ПДЛ-1, они имеют практически тот же спектр токсичности, может быть, в меньшей проценте случаев, но в основном это те же, та же вид токсичности, это слабость, это диарея, это сыпь, это ортология. И в меньшей степени осложнение со стороны других органов и систем. И что ещё важно отметить, сейчас достаточно большой процент пациентов пожилого возраста. Как с ними быть? И на всех конференциях, и вот на АСКО в этом году звучало о возможности проведения пациентов пожилого возраста. Так вот, проведён, смотрите, анализ лечения больных эпилемабом в центре Андерсон в течение практически 4 лет. Пролечено всего было более 4 пациентов, но 106 из них старше 70 лет. Те пациенты, которые получали эпилемаб в стандартной дозе, то есть 3, или было исследование даже 1, и 3 миллиграмма на килограмм веса, у них степень токсичности 3-4 степени сопоставима с общей популяцией. Как только применяли эпилемаб в большей дозе, то, что, например, сейчас у нас, не у нас, одобрен FDA, да, для, например, девантного лечения меланомы в дозе 10 миллиграмм, тут токсичность была, конечно, высока. 3-4 степень 75%. Ну, тут, наверное, подумаешь, если к вам будут пациенты обращаться по поводу девантного лечения эпилемаба, вы можете тогда вот уже тут определенным образом сказать. 3 миллиграмма не имеет значения, а 10 миллиграмм, если человек старше 70 лет, ну, наверное, здесь подумаешь, стоит ли это делать. Цена вопроса достаточно высокая. Но пожилые пациенты имеют право на лечение. Еще раз подчеркну, паспортный возраст и биологический возраст совершенно разные абсолютно понятия. Так. И еще раз, значит, подчеркнем, что, конечно, больные должны лечиться в специализированных учреждениях, должны лечиться у онкологов, врачи и пациенты должны пройти определенный инструктаж. Больного нужно мониторировать, его нельзя терять из поля зрения. Вы должны быть настроены на то, что практически все пациенты имеют нежелательное явление, и раннее выявление, и коллегиальное ведение этих пациентов совместно с гастроэнтерологами, эндокринологами, пульмонологами, гипотологами приведет, конечно, к позитивному ответу. И запомните обязательно, что кортикостероиды используются для лечения нежелательных явлений, что они должны быть своевременно назначаться, в высоких дозах, длительно должны назначаться. И если нет ответа, долго смотреть не надо, 4-7 дней вы посмотрели, и вы обращаетесь к фирмам для того, чтобы они помогли для приобретения иммуносупрессивных препаратов. Либо это инфлексимаб, либо это мафетил, но в всяком случае фирмы идут нам навстречу и бесплатно выставляют препарат для этого. Еще раз подчеркну, нужен только договор между учреждением и фирмой. И в заключение еще раз хочу сказать, что, конечно, препараты, которые пришли на рынок, они достаточно высокоэффективны, но они имеют определенный спектр токсичности, с которым мы должны быть знакомы, мы должны своевременно выявлять эти осложнения, лечить адекватно стероидами и не терять своих пациентов из поля зрения и иметь с ними постоянный контроль. Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана Анатольевна. Пожалуйста. Пожалуйста, Ирина Семеновна. Уважаемая Светлана Анатольевна, спасибо за блестящий доклад. Действительно, много, как бы знаешь, но вот эта систематизация и повторение, и картинки, которые, так скажем, свидетелем которых я являюсь, когда пациентка была в реанимации, и доктор с бледными кожными покровами носился между этажами, это, конечно, это надо видеть, это правда, эти осложнения. Вот так сейчас слушаешь, да, ну это надо прочувствовать. Поэтому у меня такой вопрос. При назначении активной специфической иммунотерапии, вакцинотерапии, противопоказанием, критериям неуключения в исследование, потому что это все-таки экспериментальные все еще методы лечения, являются аутоиммунные заболевания, аутоиммунные синдромы. Как в случае чекпоинтов, на это обращается внимание, или же все пациенты, точнее, это является критерием неуключения? Спасибо. Да. Ирина Александровна, но во всяком случае у нас критерия включения вот по широкому доступу, это звучало. Больные, те, которые имеют аутоиммунные заболевания, особенно активные фазы, они не включались в исследование, потому что они требуют адекватной терапии, которая, в общем-то, расходится по механизму действия с чекпоинтингибиторами. Анна Игоревна, пожалуйста. Сюда, 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 в первый ряд, пожалуйста. Спасибо большое. А Вы не скажете, существует ли корреляция между степенью выраженности и осложнением и напоследованным и ожидаемым эффектом? Больше осложнение, больше эффект, или нет связи? Именно степенью, я вот не помню, честно говоря, не помню в осложнениях, но знаю точно, что вот несколько было работ, которые посвятили тому, что несмотря на тяжелую степень токсичности, эффективность продолжается у части пациентов однозначно и не теряется это, и применение глюкокортикоидов не влияет. А вот по частоте, я не помню, нужно еще раз порыться, посмотреть. Не помню. Пациенты, которые приносят лечение без осложнений, тоже ожидаемые эффективности у них совершенно высокое. Да, я вижу. Без осложнений, может быть, без осложнений. Там еще, да, я думаю, что здесь много еще разных факторов играет роль. Поэтому имеют осложнение или не имеют осложнение. Ну, не помню, сейчас не вспомню. Алексей Викторович, не помните таких моментов? Я что-то не могу вспомнить. Спасибо, Михаил Юрьевич. Пожалуйста. Уважаемая Светлана Анатольевна, еще один вопрос практически. Скажите, пожалуйста, как Вы боретесь с осложнениями лечения, направленного на лечение осложнений, значит, иммунообусловленных? Потому что рекомендованные дозы глюкокортикоидов очень высокие, и в течение длительного времени у этих пациентов могут возникнуть явления, очень сильно влияющие на качество жизни. Ну, например, остеопорозы, связанные с остеопорозом, костное явление. Вот здесь, пожалуйста, расскажите. Михаил Юрьевич, да, я хотела это осветить еще раз. Ведь осложнение-осложнение, лечение возможных осложнений от сопутствующей терапии, высокие дозы глюкокортикоидов. Что остеопороз, наверное, не так быстро разовьется, чаще всего мы боимся за слизистую желудка. Да, слизистая желудка – это язвенные различные изменения, поэтому больные должны получать еще противоязвенную терапию однозначно. И что может быть еще? Это кушингоиды у больных развиваются однозначно. Вы их видели, да? Да, да. Кушингоиды и обязательно противоязвенную терапию назначаем. По поводу остеопорозов, не помню в нашей практике, чтобы они наблюдались. Может быть, мы просто еще не дожили до этих моментов. Но самое… Ничего не публикуется на эту тему? Ну, на мой взгляд… В принципе, да. В принципе, вы абсолютно правы. Особенно у пожилых пациентов. И, ну, самая большая длительность применения глюкокортикоидов у нас была, наверное, около трех месяцев, да? Два с лишним месяца. Два с лишним месяца пациента. Причем вот этого молодого пациента, у которого была кожная токсичность и диарея. Я не зря сказала о том, что, назначая лечение осложнений, доктор испытывает определенные неудобства, потому что лечение осложнений, оно достаточно тоже серьезное и имеет свои осложнения токсичности, да. Вот еще такой интересный препарат инфлексимаб. Ну, по его названию угадывается, что это моноклональное антитело. Скажите, пожалуйста, какая мишень у этого препарата и где он применяется? Я вот, честно говоря, в онкологии его не слышал. Инфлексимаб. Что за препарат? Это иммуносупрессивный препарат. Иммуносупрессивный препарат, который используется... А какая мишень-то у него? Фактор некроза. Фактор некроза опухоли используется... И используется он еще для лечения системных заболеваний, аутоиммунных заболеваний, при трансплантации органов с целью неотторжения органов. Вот мы использовали дважды. Дважды инфлексимаб у двух пациентов. Да, пожалуйста, еще вопрос. Большое спасибо, Светлана Анатольевна, за прекрасный доклад, действительно приближенный к практической нашей жизни. У меня такой вопросик. Я впервые для себя увидел в начале презентации на одном из слайдов в разделе «Частые осложнения» бледным шрифтом, в частности, была отмечена литургия. Что-нибудь поподробнее можете? По этому осложнению? То, что имеем, только литературные данные. У наших пациентов не наблюдали. Мы часто и часто... Нет, ну это слава Богу. Но продолжая тему, что назначаем, надо наблюдать. А как за этим наблюдать? И как вообще... Вот я, честное слово, я впервые для себя. Ну, я думаю, что здесь динамика и наблюдение за пациентами. Но среди пациентов, которые у нас были, а было у нас их по эпилемаву сотня пациентов было, осложнений таких не наблюдалось. То, что касалось неволумаба, пембролизумаба, пока тоже таких осложнений не помню, хотя вот есть. Но все-таки я думаю, знаете, то, что мы имеем литературные данные и свои практические данные, все-таки они несколько расходятся. Я бы не зря сказала по поводу пульмонитов и остановилась на них, потому что тот процент, который звучит в литературе, и то, что мы читаем в сусарах, мне кажется, он все-таки немножко расходится. Хотя у нас вот тяжелых пульмонитов на сегодняшний день не было, но мы помним об этом, что может быть. Поэтому по поводу литургии, может быть, это вот тот случай, который, может быть, потом у нас возможность еще раз переговорить, обсудить. Может быть, это будет. Алексей Викторович, не помните пациентов таких? С литургиями? Нет. Анна Игоревна тоже, да? А что, есть большая разница между литургией и сонливостью? Я как-то считал, что это близко. И, может быть, в частности, объяснено субклиническим гипотириозом, например. Вот я сейчас непосредственно буду переговорить. Да, Алексей Викторович хочет еще сказать. А, Алексей Викторович, небольшой. Просто комментарий хочу небольшой сказать. У нас, в принципе, по моему ощущению, так складывается, что не только на иммунотерапии, но вообще на химиотерапии мы немножко недооцениваем когнитивные расстройства, которых пациенты просто часто нам не рассказывают и не сообщают. И начинаешь, когда расспрашивать, говорят, что вот тут они запоминать хуже стали, тут еще что-то, тут сосредоточиться тяжело. Но вот есть у нас некоторые особенности, при том, что некоторые пациенты считают, что им должно быть плохо на противоопухолевой терапии. Это вот несколько осложняет поиск и сбор нежелательных ливень, в том числе и которые используются в статистике при клинических исследованиях. Потому что статистика идет по тем данным, которые предоставляют исследователи. Исследователи часто пишут не синдром, например, а какие-то симптомы. И тут могут быть уже постфактум, после анализа и после понимания, что происходит, могут быть расхождения из-за этого. То есть это может быть вполне зарегистрировано как литургия, на самом деле связано с монопоследовательным нежелательным ливлением, которое является симптомом какого-то более серьезного состояния, о котором мы уже говорили. Вот такой вот момент может быть. Ну я думаю, что и да, я в поддержку тоже мнения Алексея Викторовича. Больные на фоне лечения, вы, наверное, тоже обратите, все доктора, которые лечат больных, обращайте внимание, они меняются абсолютно. Во-первых, тот стресс, в котором человек пребывает, огромный стресс, он меняет человека, меняет ментальную функцию абсолютно. И плюс еще те негативные явления, которые все равно присутствуют у всех пациентов. Мы хотим обратить внимание, что всегда обращаются к российским исследователям, мы мало регистрируем осложнений, мало. Ввиду того, что, наверное, не хочется этого делать, лишняя работа, лишняя писанина. И просто не утруждаем себя. И делаем совершенно неправильно. Потому что наши центры на фоне зарубежных центров при этом выглядят достаточно бледно. И мы стараемся фиксировать осложнения. И, наверное, может быть, перейдем к тем осложнениям, которые есть в литературной практике, но не описанные у нас. У нас, соглашусь, что, конечно, лечение небезопасное, и осложнение практически у всех пациентов. Нет такого лечения противоопухолевого, которое не имеет осложнений. Спасибо большое. Слава Анатольевну.